ребят всем привет тут начал небольшой порядок наводить такая легкая подготовка переезду заранее чтобы полегче было и вот откопал вот такой вот хэнд мэйд хэнд мэйд и хочу вам рассказать немного из истории подобные отсадники я использовал для поднятия малька номерных самов с турисом и панамской вот на турисоме панамской я поподробнее остановлюсь ну и также допустим я если мне надо было какую-то рыбу и положим самку там арабески или кого-нибудь там загрызли 201 до часто таким вещами промышляют я уже эту самку забирал и отсаживал вот в этот живот отсадник иногда помогал помогало это мне спасти ну в общем удобная штука давайте поподробнее значит размеры его я выбирал исходя из расположения ребра жесткости то бишь у меня он размещался вот на этом ребре и вот на этом ребре с одной стороны отверстие это отверстие грубо говоря под ну под аэрлифт я использовал аэрлифт эсера компании это другого принцип да вот плотненько встава зафиксировалась там одели здесь получается сам фильтр и от кислорода идет подача воды вовнутрь с другой стороны металлическая сетка чистится если что зубной щеткой ну и собственно говоря так происходит постоянная циркуляция подмены воды скажем так такой мини аквариум в большом аквариум благодаря тому что основная фильтрация берет на себя основную функцию здесь функция аэрлифта это подача воды постоянная равномерная подача воды в этот отсек что позволяло во первых не ставить отдельный аквариум это отдельные отдельной коммуникации к нему да и вот самое важное на мой момент это вот в поднятии вот этих вот мелких номерников со стариусом и панамской кто и занимался может быть согласен со мной согласятся там какая трудности в принципе если даже стурики от металли в общем аквариуме на стенку да то там где-то там на 4-5 сутки можно аккуратно лезвием эту икру собрать и надо куда-то ее размещать я размещал вот такой отсадник самодельный и когда они уже выводились и там формирование личинки в малька подходила к концу наступал самый ответственный момент первого кормления и вот со стариусомами по крайней мере многие товарищи они первые вот эти дни нереально то ли слепые то ли тупые я не мог понять в общем они не садились на корм то есть их задачей чтобы они сели на корм взяли этот корм стартовый 1 и дальше уже как бы один шаг сделан дальше будет второй шаг что я делал я брал черепушки ну обычные куски керамики глиняный до брала корм сера микрон ну либо какую-нибудь спирулину можно отдельно черепушку идут от кусок до его смачиваете водой и на него наносите получается сара микрон и вот так пальцем его натирает чтобы он как на маска так называемая это получился далее она просыхает высыхает и вот в тот момент когда мы лёг стариусом и ему надо уже первое питание давать я размещал сюда не одну заранее заготовленную а там три или четыре таких черепушки по разным местам это позволяло первые два три двое трое суток минимизировать потери потому что игре он то ли ленивый не знаю чем проблема если ему не дать корм он все у него дистрофия махом и он отмирает а потом течение там допустим четырех пяти суток он уже как-то привыкал или понимал да что вот черепушка там корм то ли он его чует уже начинал то ли видеть и в дальнейшем хватало просто одной большой вот такой вот сюда вот черепушки вот такой вот намазанной и они буквально чем 10 минут все садились на эту черепуху и дальше уже продолжали свою трапезу так вот в чем сложность со стариусом и необходимые параметры воды постоянные без каких-либо скачков в ту или иную сторону до тех пор пока они не достигли размеров и 5 плюс сантиметров то есть до пяти сантиметров они очень подвержены каким-то изменениям и при наличии мощного фильтра в основном аквариуме откуда идет забор воды постоянный вы себе упрощаете эту задачу то есть в отдельном аквариуме это надо все маленьком аквариуме да это надо все делать получается дублировать и да всем известно что в маленькой биосистеме тяжело поддерживать постоянный баланс особенно по показателю ph особенно если вы начинаете кормить мелким кормом который да там растворяется в воде и начинается вот эти вот окисление происходить здесь же вы получается убиваете немного даже двух зайцев во первых объем размеры до этого инкубатора они невелики но качество воды здесь постоянно поступает то которое требуется то есть если вы допустим поставить отдельно большой аквариум то вам тяжело будет малька скормить тяжелее но что он расползется по всей банке да она там может быть заросла там у вас с этими водорослями но потом он их быстренько съест а что дальше а вот там дальше вот пока он до 50 сантиметров не достигнет своего размера там эти трудности с его инкубацией выкармливанием они то и начинаются а вот такая вот такой девайс мне помогал здорово эти потери минимизировать главное чтобы в основном аквариуме фильтрация была качественная и не было в воде много органики он не тяжелый вот на рукой держу здесь единственно по замечанию вот эти вот так называемые уши да на который он вешается на эти самые на ребра жесткости вот здесь лучше дополнительную полоску из стекла вырезать и и и вот к этому к этим ушам то же самое зафиксировать то есть это вот дополнительное усилие придает для того чтобы когда вы допустим друг сливаете воду и у вас она зависает с водой внутри на ребрах чтобы их ну вот в этих местах чтобы герметик не отошел чтобы она лучше держались четко ну либо как-то по-другому то есть вот этот момент когда воду сливаете да мне вода она становится тяжелее вот этот момент надо при проектировании изготовлении учитывать ну собственно говоря вот и все такой рабочий метод также принципе и номерников сюда можно было помещать тут и довольно таки долгое время можно выкармливать гиппанов зебру я здесь выкармливал правда нету и немного тем не менее которые были вот таких вот маленьких проточниках я задачу решал ну все на этом все до следующих встреч всем пока